Собственник ТЭЦ Ярового, где не так давно пришлось вводить режим ЧС, потому что город замерзал, Константин Вальтер. Он же, как мы выяснили сегодня, владеет тремя из восьми котельных в рабочем поселке Благовещенко. Если раньше деньги рабочим котельной хоть как-то выплачивали, то сейчас задерживают регулярно. В ноябре сотрудникам теплосервиса пришлось даже бастовать, чтобы получить то, что заработали. Сейчас уже 23 дня задержка аванса и зарплаты неделя уже как должны отдать. А результатов нет. Сейчас Новый год. До Нового года, если мы ничего не получим, после Нового года вообще неизвестно, что будет. В местной администрации нам рассказали, что о проблеме знают и даже всячески пытаются ее решить. По их словам, директор теплосервиса уволился в начале декабря, как собственная бухгалтерия. К тому же счета предприятия арестованы. Местные власти ведут переговоры с Вальтером, но пока до Благовещенки он так и не доехал. Вы когда планируете выдать им зарплату? Или теперь это вообще непонятно? Мы готовы сегодня ее отдать. Если был бы кто-то руководитель на предприятии, остались одни кочегары. Деньги-то есть, граждане-то платят. МУП собирает эти деньги. Касса у МУПа. Потому что они единотехознабжающая организация. Вопрос завис. Как их дать законные основания? В планах администрации вернуть котельные МУПу, а значит выкупить их у Вальтера. В цене пока не сошлись. Да и оказалось, что котельные собственник в свое время не поставил на кадастровый учет. Между тем рабочие котельных написали письма в прокуратуру, а также губернатору Виктору Томенко. С просьбой разобраться в ситуации, пока она не оказалась столь же плачевной, как в свое время в Яровом. Татьяна Голубева, День с толком.